День Друппы День Другой годовине перемоги у Великой Айчынной войне у Гомелли просвятили акцию «Рока памяти». И больше подробностей об этом не только. Сегодня у Гомелли подвели выники работы господарчего комплекса в первом квартале. С 5 основных прогнозных показчиков отрымалось выканать 4. Кончатковые дадены по еще одной позиции будут вядомые к рыху поздней. Разом с тем, только констатации поспеха на посаджение гарвы Канкама не обмежавались. На какие проблемы будет звернута особливая увага городских уладов, ведают наши корреспонденты. Бадай самый унушальный досягнутый показчик у гэтым годзе экспорт товаров. При плане у 101%. Темп росту 155. В абсолютных лишбах гэта больше як 65 миллионов долларов. Яшедна подстава для гонору протягнение замежных инвестиций. У троя больше, чем плановалася. Пытание, якое хвалю у сих – заработная плата. У середнем пагородзе она перевысила 700 рублёв. Алипры гэтым достатково значно одрознивается по голенах. Калю промысловости 720 в будовнейшем комплексе только каля 650. Что тлумажется снижением объёмов работ, як замежем в Беларуси, так и непосредно у Гомели. Именно эта сфера нам значительно плюсует и по количеству убыточных предприятий, и по сумме убытков. Если в целом по городу сумма убытков сократилась примерно в 20 раз, то именно по сфере строительства мы немножко плюсуем. Это порядка 30% к уровню первых месяцев прошлого года. В настоящее время испытывается дефицит именно строительных объектов. Поэтому, несмотря на и мощности, и специалистов в области строительства, в настоящее время не удаётся обеспечить выход на уровень хотя бы прошлого года. У Гомельским гарвыконками перакананы, нават не глядяши на достатково высокие показчики, выники могут быть ясше большзначными. На широку предприемству яснуючая магутность выкаристовывается не в полном объёме. На инших, при высокой якости продукции, не отрымливается организовать ей поставки на экспорт. Ясше одна сфера повышенной уваги про соулаткование. Зараз узровень беспросовья у Гомеля складая 1%. С початку года каля 500 беспросовных накеровано на перенавучание. На постоянную работу у Латкована амальтры тысячи гомельшан. Ясше 2200 занятые часова. Сейчас люди работают конкретно в больнице, например, в госпитале, в Костюковке больнице, в Центре социального обслуживания населения Советского района. В ближайшее время, сразу после Дня Победы, будут работать в нескольких, в четырёх школах. То есть они конкретно будут связаны с покраской заборов, ремонтом скамеи, курн и так далее и тому подобное. То есть занятые, мы уверены, что полностью будут обеспечены. И продолжается помощь колхозам. Алисин Сюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Представники мясовых органов УЛАДы завтра проведут промы и телефонные линии. 6 мая же хары региона смогут задать питание наместнику старшини гомельского облаканкама Андрею Васильевичу Конюшку. Нумер телефона 751237. Гомельчан выслухает наместник старшини Гарвы Конкама Сергей Яугенович Андреев. Звертаться в арта по номеру 7107-62. Час работы промы и хлинии с 9 до 12 годин. Сегодня у Беларуси означается «День другу». На Гомельчане своим профессийным святом ягу личать супрацовники 24 редакции Державных газет. Одну з них наведал Олег Синсерову. Советский район у Гомеля был створен в 1973-м. Сегодня ягу называюсь «Заходными воротами города». Менавито по его головной улице, Рыльским проспекте, приезжают гости с краины Европы. На территории Советского района проживает 35% городского населения. А лезнакомит ее не только гэтым. Зараз тут выдается отдельная у Беларуси газета, якая заснована администрацией городского района. Первый номер вышел на проконце 96-го. И с того часу выдание стало саправдой популярным. Или покупаем в Ларьке эту газету, или вот на стенде здесь. Ну потому что мы живем в этом районе рядышком. И, конечно, все вот события интересно знать. Вот даже сейчас про расширение дороги, что нас всегда волнует к магазину. Подход вот этот вот. Новость узнали, что будет благоустройство этой дороги. Так что газетой довольны. Сегодня газета «Советский район» позиционирует себя, как выдание, готовая отгукнуться на любые просьбы читачоу. Большим журналисты не только выезжают на место подей, а и принимают гамильчан непосредственно у редакции. Только по телефоне, что год, сюда поступая больше 500 зворотов, плюс взносины про социальные сетки. Часка узнятых пытаний удрукуется у рубрицы, да поможите разобраться. Пытания, яке редакции не может выращать самостоинно, накируются для принятия мер керунику администрации района. С минулого года газета перешла на самоокупность. Основная краница финансовых поступлений, подписка и реклама. Правда, колькость опошней обмежевана. Головные все-таки интересы читачоу. Мы нашли свою нишу, главное, это обратная связь с читателями. То есть крупным изданиям нет дела до проблем, которые во дворе происходят, в отдельно взятом подъезде. Мы можем этой темой позаниматься и в принципе занимаемся. То есть пишем близкие людям новости и стараемся реагировать на их обращения, которые постоянно поступают в редакцию. У акционерного товариства «Полез Друг» опошенный номер газеты «Советский район» отрымливают в электронном выгляде. Докладно о поведности с графиком. У 21 вечера для подрихтовки обсталивания специалистам спотребится еще около 15 хвилин. Для того, чтобы читач отрымал газету «Ранница», ей необходимо надруковать вечером. Обсталивание, которое установлено акционерным товариством «Полез Друг», позволяет друковать за одну хвилину около 400 экземпляров. Таким чином, весь террас советского района «Убачить свет» не депресс 20 хвилин. Сегодня на Гомичине выходят 24 державные газеты. Областная, городская и районная практически усеяны, выдаются на полез Другу и уже отсюда доставляются в регионы. Кожную «Ранницу» частку новых газет отрымливают подписчики, остальные поступают в свободный продаж. Для редакции это своясабливый барометр профессионализма. В данном с интересными и актуальными темами разыходится больше худко. Олег Сентюров, Игорь Маришенко, телерадио «Компания Гомель». У неделю 7 мая свое профессионное свято значат и супрацовники радуют или бачення и сувязи. Прымать веншавание и заслуженные узнагороды наши коллеги распочали уже зараз. Подчас международной специализованной выставы СМИ у Беларуси подведены выники конкурсу «Налепшее осветление у сродках массовой информации» в деятельности подразделения у Министерства внутренних справ. Сирот-пераможцев и супрацовники телерадио «Компания Гомель». У номинации «Лепший видеоролик социальной рекламы» лауреатом стала работа Александра Гамоли. Комиссия отзначила оригинальность идеи при створении видео по профилактице наркозлоченности. У номинации «Проект года» у «Леклепших» трапила программа «Краина безпеки». Режиссер проекта Юлия Хорошина. У форме займального конкурсу детям рассказывают об правилах безпечных поводзинов. До речи, уже 8 мая на телеканале «Беларусь-4» стартует другий сезон программы «Краина безпеки». Глядачоу чекают сюрпризы. Президиум Гомельского областного объединения профсоюза проводят встречи в Веншаванне с ветеранами Великой Айчинной войны, які у мирный час працавали у профсоюзных структурах. Сёння подарунки и грошовую допомогу отримали жихары Гомеля. Разом с керовницей объединения ветеранов наведали и наши корреспонденты. В улице Селянская, 20. В областном объединении профсоюзов «ГТАДР» свядом и добра. Менавито тут проживая Ніна Карпачова, жихарка блокадного Ленинграда. После войны она працавала за гадчиком социально-экономичного отдела объединения. В Веншаванне, грошовая допомога и торт с логотипом профсоюзов. Целодкая кажуть, да естанучшие эмоции, які не перешкодять у любым узросте. Темболь, что саправдную цену хлеба жанчина ведает добра. У 41-му, 10-годовому взросте, она опынулась в блокадном городе. Зимой дённая норма у 125 граммов выдавалась не за усёды. Але коли ей выдавалась, я ей не хапала. У красавику 42-го Нину Карпачову вывезли на великую землю. Тому лечить и выжила. Давали нам по 125 грамм хлеба, но не каждый раз мама с дедушкой получали, потому что куда-то пропадал хлеб. 125 – это очень мало, конечно. Нам оформили документы на выезд по ледовой дороге. А вот это грузовики, я помню, шли прямо в воде. Уже всё таяло, последний лёд. И кругом полынья за полыньёй, потому что немцы всё время стреляли. И, конечно, много машин уходило с людьми вот в эти полыньи. Константин Мятлушка был и вязень фашистского канцлагера. У 1944-м трапил усумный вядомый лагерь смерти Азарычим, где захворыл насыпный тыф. После вызволения месяц провёл помеж житём и смертью, але выжил, как у 80-х уже самому воротовы тіншых. Подчас Чернобыльской катастрофы Константин Мятлушка працывал с загадчиком финансового отдела областного объединения профсоюзов и займался оздоровлением потерпелого насельництва. За активный удел у ликвидации АВАРы узнагороджены медалём и гоноровой грамотой Президуума Ларховного Совета БССР. Были задействованы здравицы, кроме Беларуси, Юга и Запада, Прибалтики. И нужно было с ними вести финансирование всех расходов. Ну, кроме того, нам очень пришлось профсоюзам, я имею в виду, обеспечивать материально отселенцев, дальше переодевать их, потому что дети, перед тем, как направлять на оздоровление, нужно было переодеть тех, где загрязнённых районах. Тоже мы обеспечивали. Олег Сенцюров, Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». 72-й годовине перемоги у Великой Айчинной войне Гомельский Державный Медицинский Университет просвятил акцию «Рока памяти». Сегодня студенты и выкладчики ВНУ пустили по процессу «Жвенок живых кветок». У гонор бойцов, які загинули при обороне и вызволении Гомеля, удельники акции выробили паперовые кораблики. На каждым слово подяки за мирное небо, свободу и незалежность. На воду опустили так само живые гвоздяки, як символ того, що память об савецких війнах, які героично обороняли родну землю од оккупантаў, буде заусёды живой. Чем дальше уходят вот эти годы войны в историю, тем мы должны более внимательно и постоянно работать с нашей молодёжью. Ведь не секрет, что история переписывается, много желающих есть её переписать, принизить роль советского народа в победе над фашизмом. Поэтому эта акция – это только часть небольшая тех мероприятий, которые проводятся в Гомельском государственном медицинском университете. Мы вспоминаем эти годы, вспоминаем миллионы погибших. Ну и те, кто увидит, может быть, как по реке Сош плывёт венок, тоже вспомнят этих людей, которые отдали свою жизнь за победу, за освобождение нашей Родины. На доходящему святу сёння присвятили День открытых дверей у питомнику службовых собак областного управлення Департамента Ховы. На мероприемство запросили навученцаў профильных правовых классаў. Галуны Амэта – ознайомить вучню с профессией милиционера, сформировать у молоді становчий имидж супрацовника органов внутренних справ, выхавать отчуванне гонору зарадзиму и подзвиг ветеранов Великой Айчынной. День открытых дверей включил показальные выступления кинологаў с затрыманням умовных злочынцаў. Школьники таксама гляделі экспозицію зброў и амуніциў часу Великой Айчынной войны. Сеўдня в Дня открытых дверей участвуют наши профильные классы, участвуют деці из других школ. И показали, с чем несут службу сатрудники подразделения охраны, выполняют свои задачи достойно по охране объекта, как задерживают преступников. Сеўдня показана работа служебных собак, работа наших кинологов. И я думаю, это станет добрый, хорошим подспорьем для молодого покаления. Пусть не все где-то придут служить в органу внутренних дел, да, наверное, где-то не нужно, но станут хорошими людьми и будут приносить добро нашему государству. И тем более это в преддверии 72-й годовщины Великой Победы. Концерт камерного хора областной филармонии, промеркованный до Дня Великой Перамоги, сёня прайшоў у середней школе номара 11 города Гомеля. Гэты коллектыв – соправдная визитная картка нашага региона. Самая разнастайная палитра хоровой музыки и заусёды высокий узровень выканальницкага майстерства. У репертуары русская и замежная классика, вокально-хоровые миниатюры, романсы, народные песни. Для школьников артысты выканали классичные творы и сусветновядомые композиции розных эпох. И безумовно – песни военных годов, яке расповедают про можност и героизм воинов-вызволителям. Камерный хор уже не первый раз выступает в стенах нашей школы. И нам особенно приятно, что это выступление сегодня, в канун Великого праздника Дня Победы. Мы, 11-я школа, уделяем огромное внимание и эстетическому, и патриотическому воспитанию учащихся. Мы рады, что сегодня со сцены звучала не только классика, но и песни военных лет. На наш взгляд, это очень способствует патриотическому воспитанию наших учащихся. ГТА, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. У студии працавала Наталья Игнатенко. Мы с очим с разведцем падеи у Гомилей в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова